Парадоксально, но пока детективы и общественники копаются в старых декларациях чиновников, те никак не могут даже при желании заполнить новые. Единая база, напомню, лежит уже неделю. Сначала на сайте висело уведомление о том, что проводятся технические работы. Теперь и реестр не работает. Чиновники на своих страницах в соцсетях дружно жалуются, что по несколько суток не могут либо зайти на сайт и отправить отчеты. Так, нардеп Ирина Герасенко, например, пишет, Сайт разрабатывали непрозрачно, о чем не единожды мы уже говорили, и объяснений этому безобразию, этой системе, которая все время на профилактике, нет. На сайт НАПК сетуют в соцсетях и замминистра юстиции Анна Онищенко. Орган, на который выделено столько денег, и которому предоставлены такие огромные полномочия в борьбе с коррупцией, даже не соизволил за год запустить реестр. Народный депутат Ольга Червакова даже придумала игру для подающих декларацию. Называется она «Разбуди меня в 4.20». В надежде, что глубокой ночью сайт НАПК развиснет, пишет она в Фейсбуке, уходя с работы в 9, прошу оставшихся на дежурстве «Разбуди меня в 4.20». Шутки шутками, но осталось меньше недели. Второй этап декларирования заканчивается 31 марта. В НАПК причины, почему реестр до сих пор не работает, не комментируют, зато реагирует Минюст. Там созвали рабочую группу по вопросам мониторинга работы системы Е-декларирования. НАЗК и ОСС поинформовали нас, что им неведома причина, почему реестр не работает, они еще ее установлюют. Поэтому сказать, когда он запрацует, они не могут. За результатами сегодняшнего заседания мы будем информовать премьер-министра. Питание надважливое. Больше, чем полмиллиона людей находятся под риском криминальной ответственности два года тюрьмы за неподачу декларации или протоколи про коррупцию за несвоечасное подание декларации. Продолжение следует...